привет ребята зовут меня артур и я живу в израиле сегодня я приглашаю вас погулять по моему родному городу батьяма но сегодня я предлагаю начать наше путешествие с этого чудного прекрасного растения тобоя вот она теперь во всей силе во всей красе неделю назад я снимал видео где поздравлял наших дорогих женщин с прекрасными чудным праздником 8 марта сегодня только еще 9 то есть я еще раз вас поздравляю милые дорогие дамы но это растение еще неделю назад только-только начинала приходить свою идеальную форму и вот теперь просто взрыв эмоции взрыв красок и оттенков мы с вами совершим небольшое путешествие сначала мы уделим этому прекрасному дереву часть нашего путешествия тобоя перебралась с нами из южной америки прекрасно прижилась в израиле и вот посмотрите сами плоды нашего сотрудничества южная америка израиль вечная дружба да посмотрите что да как ну а потихоньку потом спестимся к морю посмотрим где народ где субботу проводят люди свой выходной день сходим к ним в гости глянем что и как на побережье сейчас около двух часов дня прекрасная погода для прогулки желаю всем приятного просмотра но тобоя удивляй наших зрителей посмотрите сами что за грозди просто что-то с чем-то не смог удержаться и решил вернуться еще в эту неделю переснять эти прекрасные цветы да это маленькая аллейка прямо сейчас украсилась таки на 250 процентов ну что ж дорогие дамы сегодняшнее видео несомненно посвящаем опять же вам милые дорогие счастья здоровья вы знаете не могу остаться равнодушен к этой красоте вот говорю неделю назад еще вот буквально только были первые цветения некоторые деревья еще только-только собирались заявить о своем цветении вот буквально неделя взрыв взрыв просто взрыв эмоции красотища необыкновенная как я сказал немножко побродим по этой маленькой аллейки а дадим дань уважения этой прекрасной гости из южной америки вот она тут себе его танцовывает на израильских просторах приятно и умеет умеет удивить израильская природа просто ковер ковер из цветов как я уже сказал 9 марта на дворе теплым да благодать желаю всем странам поскорей заманить свои объятия тепло и уют ну в домах создадите все сами но все что за окнами чтобы уж скорее прилетала к вам долгожданная весна ну а пойдемте теперь пройдемся по родному городу батьяму пройдемся немножко по парку немножко засудим наш взгляд туда немножко сюда ну и как я сказал конечная цель нашего путешествия это морское побережье конечно же мы тоже сходим посмотрим где люди проводят свой выходной день в городе чувствуется что сегодня суббота народ кто отдыхает кто поразъехался кто куда но многие отправились на море и мы тоже присоединимся несомненно к этим же людям с вами вместе погуляем погуляем просто один сплошной цветок один сплошной цветок я бы сказал несмотря на то что это прекрасная эмигрантка из южной америки назовем это израильской сакуры и наверное не ошибемся потому что на мой взгляд их цветение одно из самых прекрасных судить вам пишите в комментариях авторов всегда приятно пару-тройку слов услышать о своей работе всегда говорю не хватает не хватает городам этих зеленых пространств больше больше мы хотим больше общественных территорий зеленых общественных территорий сейчас мы заглянем на одну из таких и посмотрим пользуются ли популярностью у горожан наши немногочисленные парки сейчас вернем на улицу анафранк то моя хорошая ну что моя где-то у дома я имею пару-тройку котят что я их подкармливаю имею и на работе там уже общественное творчество там кто хотят поменьше кто побольше но народ помогает этим несчастным животным которые по вине человека оказались на улице вы знаете и и и я бежал сюда не обратил внимание в одном месте мне навстречу шли две женщины но я хочу сказать что температура вот ну я не знаю ну где-то наверно в районе 20 с небольшим на прямом солнце может быть чуть побольше так это они шли в каких-то куртках свитерах и в таких откровенно меховых каких-то сапогах я конечно понимаю что все мы разные несомненно мы не можем быть одинаковыми но чуток так это выглядело в моих пониманиях и дискомфортно мы же мы же с вами гуляем шортах в шлепках и в майке несомненно же с коротким рукавом шляпой очки тоже присутствует присутствует и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну тут вот есть впереди один большой довольно таки парк по меркам Батьяма Он полностью отделен от проезжей части Но и к нему мы вернемся, когда зацветут иные деревья А парк на морском побережье, не так давно организованный нашим управлением, мы посетим С целью, как я сказал, поздороваться с морем Поглядите, чем-то народ занимается 9 марта Чем это они там увлечены на морском побережье Как я сказал, цветение израильской природы, оно очень скоротечно, очень Конечно же, как я вам сказал, я сознательно вернулся сегодня к тобой Потому что она, ну уж очень хороша Напишите, конечно же, напишите, как вам все чудные растения Ну вот он парк, как я сказал, народ Такие любят парки, любят выходной день Любят побродить да погулять Насладиться выходным днем Почему нет, почему нет Я всегда говорю, больше парков Больше общественных территорий И как можно меньше автомобилей Куда хотите, туда идевайте Хотите под землю, хотите на крышу своих жилищ Но чтобы общественные территории оставались для нас, пешеходов И горожане, конечно, должны же где-то отдыхать Я немножко бегу таким полуспортивным шагом Так что вы уж на меня не обижайтесь Имел какие-то дела по дому, дела переделал Ну и решил для себя Что, наверное, не стоит вторую часть дня оставаться в доме Нужно выскочить Немножко пройтись погулять Красоту поглядеть Зарядиться на всю неделю Смотрите, какие у людей балконы И какая буйная зелень у людей На их огромных, огромных балконах Спасибо вам, ребята, за зелень За балконы, за ваши рад Ну а за ту зелень, которую вы высаживаете на своих территориях Вдвойне вам спасибо Ну вот, я не зря завернул сюда Я хочу вам показать еще Немножко цветение этого чудного дерева Которое, как я сказал Вот еще неделю назад Там, где мы начали нашу съемку Цветение выглядело примерно так Чуть-чуть зацвело, чуть-чуть не зацвело Вы видите разницу? Вот сравните для себя Все эти деревья С разной периодичностью Еще только зацветут Но мы с вами Уже увидели их Буйное цветение Вот именно Хотелось, чтобы вы Имели понятие Зачем же мы опять Вернулись в то же место Да вот Поэтому и пришли Чтобы разглядеть И эту красоту Да, сама улица Анна Франк Она посвящена Точнее названа В честь девочек Которая погибла Вторую мировую войну Тяжелейшая история Коих было В те далекие годы Немало Война пишет Свои кровавые истории Мне очень больно И обидно Что И моя нынче Крочная страна И большие державы Не дают покоя соседям И продолжают писать Эти кошмарные истории О войне Это, ребята Конечно же Преступление Против человечества Историю Историю О самой Анне Анна Анна Франк Так правильно Наверное Это будет сказать Таких историй Мать мущая Но таких Душащипательных Раскрученных Расписанных Дошедших До наших времен Может быть Не так много Потому что Как правило В те времена История Авторов Сметала С лица земли И их свидетельства Несомненно Тоже уходили В небытие Но Вы можете найти И почитать Эту историю Она Ужасна Ну что Вот мы вышли На просторы И сейчас Мы С вами По широкому Такому Бульвару Мы отпустимся До самых Морских Пучин Там с вами Посмотрим Что и как В наших Прибрежных Районах Ну что Добежали уже До новостроек Батьяма Весь этот Путь Мы проделали Вот из Тех Районов Расположенных Вверху Где Батьяма Тоже Оброс Кронами Но мы Зайдем Сейчас Посмотреть Новостройки Зайдем Немножко Посмотреть Как же Распорядились Застройщики Времен Нынешних Такой Город Более Старой Застройки Мы уже С вами Смогли Пройти Немножко Посмотреть Оглядеть Давайте Зайдем Посмотрим Как же Теперь Застраиваем Новые Районы Где бизнесы Уплотнились Где бизнесы Заняли Первые Этажи Где Парковки Ушли Под землю И мы Посмотрим Насколько Удачно В новых Кварталах Решается Вопрос Общественных Территорий Парк Который Я вам Сказал Находится Вот там Впереди Там Уже Морские Просторы Туда Мы Обязательно Сходим И вы Можете Видеть Как Высотки Обрамляют Уже Кольцом Видите Краны Краны И внутри Пустота Есть Тут Небольшая Промзона В Ботями Честно Сказать Такое Унылое Зрелище Я надеюсь Что И надеюсь И уверен Практически На 150% Что все Эти Постройки Тех Далеких Годов Которые Выглядят Очень Ветхо Тоже Скоро Пойдут Под Бульдозер Я не знаю Какова Будет Судьба Этих Всех Зданий На самом Деле Этого Я не знаю Но я думаю Что тоже Вся эта Небольшая Промзона Ботям Которая Я не думаю Что составляет Какую-то Могучую Основу Заработка Моего Родного Города Я не уверен Не знаю Посмотрим Посмотрим Но уже Вот Общественные Территории Новых районов Более свежих Более ухоженных Абсолютно Новых Вот этот Небольшой Пустырь Который Застраивается Который Это собственно Говоря Являлся Единственным Богатством Моего Города Ботяма Где Вновь Практически Строится Заново Новый Город Или Новый Микрорайон Который Простирается От границ Старого Ботяма И вот Те вдали Дома Грубо говоря Где-то Уже там Пролегает Граница С Ришон Лиционом И вот Когда Ботям Застроит Вот этот Небольшой Питачок Со своими Небольшими Возможностями Для Новостроя На этом Строительные Площади Закончатся Тогда уже Останется Только лишь Сносить Старые здания Которые Без стеснения Будут сноситься Я тому Свидетель Прямо под окном У меня Именно Такое Действие Происходит Дом Снесли Прямо Рукой Можно Достать Ну а вот Так уже Выглядят Новостройки И Чего же там Греха Таить Очень Красиво Они Выглядят Вот так Город Будущего И город Прошлого Сегодня Поместился В нашем Видео Немножко Погуляем Немножко Посмотрим На Эти Общественные Территории Как я всегда говорю Не устану И буду Говорить Нет проблем Что Люди Должны Где-то Жить Людям Нужны Территории Само Собой Но Отдавайте Каждый Свободный Сантиметр Общественным Территориям И вот Сегодня Мы имеем Такую Возможность Посмотреть На Батьям Будущего И На Батьям Предыдущих Лет То здесь То там Выскакивает Этот Старенький Ветхий Наши Батьям Ну вот Пожалуйста Вот Вам И Моим Словам Подтверждение Вы видите Как У народа Пользуются Популярностью Общественные Территории Сегодня Суббота И Люди С удовольствием Пользуются Такой Возможностью Отдохнуть Погулять И Расслабиться Ну Узнаете С чего Мы начали Своё путешествие Вот тут Они тоже Потихоньку Зацветают Ну а вы Имеете Возможность Посмотреть Насколько Мои слова Актуальны Общественные Территории Это Я руками И ногами Я хочу Чтобы Власти Города Делали Таких Вещей Неимоверно Много И это Будет Пользоваться Популярностью Была Прекрасная Естественная Дюна И Власти Города Решили На ней Сотворить Какой-то Парк Дюну Всю Перекопали Укатали Там В какие-то Бетоны Чего-то Нарастят И тоже Сделают Общественный Парк Ну Коль уж Не смогли Сохранить В естественной Красоте Эти Прекрасные Дюны Ну Пусть Хоть Так Пусть Хоть Так Хорошо Отдали Их На Растерзание Людям И это Дорогого Стоит Вот Вот так Вот так Выглядит Суббота Так Выглядит Шаббат Хотя Против Того Чтобы Государство Навязывало Людям Что делать В выходной День Я за Общественный Транспорт За полное Соединение Религий Государства Все Что хотите За свой Счет И свое Для себя Удобное Время Люди Делайте Все Что хотите А других Оставьте В покое Я к вам Со своим Устам В дом Не лезу Не лезьте И вы В мою жизнь Со своими Устоями Тем более Что я За эти Устои Вам Плачу И именно С этих Позиций Я И хочу Чтобы Меня Государство Не заставляло Делать Того Чего Я не хочу Да ребята И о Наших Четвероногих Ласковых Нежных И приятных Тоже Позаботились Пожалуйста Вот вам Прогулка Выгул для Собачек С видом На море Сидите Себе В субботу Ходите Себе Ночью Ходите Себе В любое Удобное Вам Время Приходите Вот пожалуйста Общественные Территории Включают И удобство Для Собачьих И это Дорогого Стоит Собачьих не смотрите то что здесь еще не все ухожено не все доделано как я сказал это абсолютный новострой это просто были дюны и город укатал в бетон и вот теперь здесь живут люди вижу на каждом практически от балконе через второй балкон есть объявление о продаже есть объявление об аренде и тому подобное кому интересно заходите найдите поглядите посмотрите это батьям будущего ну что насладились видами батьяма будущего пойдемте к морским просторам там конечно же тоже многое строится заново многое обновляется многое меняется была корона теперь вот наша страна борется опять за свое существование и это тоже внесло свои коррективы многие бизнесы которые находились на побережье морском уж ли в небытие вижу по закрытые по заколочены их ставли это я тут лишь могу констатировать что у народа положение не актив были бы деньги бизнеса выработали наверное так где-то плюс-минус так как бы ни было военных действиях конечно же вводят коррективу в жизнь страны и и без этого к сожалению пока нам никак победы не видать только лишь многочисленные обещания наших горе политиков которые собственно говоря и привели нашу страну к той ситуации в которой мы находимся сегодня по бизнесам которые находятся по первым этажам этих зданий могу лишь сказать что то открыто что то закрыто на что-то народ решается что-то народ не открывает не знаю как это по деньгам выгодно и выгодно или тут уж как говорится хозяин барин ну что-то так куда открыто и народ вижу всегда тут есть место все-таки такое прибрежное народ с радостью пользуется услугами открытых предприятий как я уже говорил в своем предыдущем видео только за один день когда были муниципальные выборы пару недель назад и это был выходной день и было все открыто работал транспорт работали бизнес и так вот я хочу сказать и еще раз напомнить что израильтяне на радостях выскочив на улицу и на общественной территории только по кредитным картам потратили около миллиарда шекелей это лишь еще раз подтверждает мои слова что не стоит держать людей ежовых рукавицах выживите ребята как хотите а другим дайте им жить как они хотят вот открыто видите у людей пользуется популярность и из неба еще никто не вывалился с протестом есть его тут прекрасный пример того как общественная территория нашла и обосновалась между этих высотах но это место съемок наших будущих видео когда уже зацветут чудные прекрасные деревья пока и время еще не пришло их время еще впереди но вот уже мы практически добегаем до берегов морских и увидим что да как на побережье еще раз посмотрим насколько пользуется популярность общественной территории народ желает хлеба и зрелищ к сожалению или к радость и ну тут уж напишите кому как больше нравится я считаю лучше весело проводить выходные нежели проводить их в каких-то тяжких испытаниях наши солдатики уже долгое время не имеют спокойной жизни они к сожалению должны бороться за наше существование не с кем за это поклон вот здесь находится территория она до недавнего времени была относительно такая полудикой как я сказал здесь были остатки дюн дюны все безжалостно укатали в бетон и и вот это еще такой маленький клочочек ну я хочу вот обратиться в таких местах и к людям к жителям моего родного города что убирайте за собой мусор ребята нет проблем что вы отдыхаете как говорится на здоровье на счастье но будьте добры за собой убирайте ну что что же вы скажете об этих общественных территориях что же вы скажете о наших горожанах я вижу народ любит отдыхать народ не удержать в доме народ не удержать мы как что шампанское сколько не закручивая пробку вы все равно выстрелим все равно вырвемся и будем любить жизнь и будем жить и радоваться жизни это отличительная чета израильтян это это правда вот хотите верьте хотите нет это это мы вот так выглядим мы вот так выглядят наши горожане шумные гамные как я говорю за словом в карман не лезут но когда не дай бог что-то с вами случится и вас топитесь вам всегда подадут руку помощь это мы израильтяне за мусор ставлю минус я сразу хочу сказать что если не было бы таких замечаний я бы не призывал к этому горожан а я говорю вам забирайте за собой все и все у нас будет прекрасно и хорошо на самой вот прибрежной зоне вот эта улица наша бенгурен она таки практически вся открыта там практически все бизнес открытые работают я не знаю как они решают эти проблемы с государством наказывает ли их это царство наше государство за то что люди хотят просто зарабатывать деньги и я уж не знаю это когда вот это когда маразм переходит все допустимые нормы люди умеют умеют и хотят зарабатывать умеют дать работу другим и государство в самый тяжкий момент испытаний когда многие предприятия в моей крошной стране закрыты многие предприятия нуждаются где-то в работниках но все-таки большой дисбаланс в государственной казне там дырища огромная и я не знаю напишите кто знает наказывает ли сегодня бизнес и которые работают в субботу я не знаю я как сказал принципиально больше не читаю и не слушаю новостей к сожалению моя камера немножко опять бастовала я рассказал такую историю я ее расскажу заново почему я слушаю больше и не читаю израильских новостей абсолютно вообще не читаю потому что сейчас страна испытывает тяжелейшие испытания я на них лично повлиять никак не могу я хожу на работу плачу налоги и с этих налогов а профессионалов тот кто должен заниматься проблемами военного конфликта пусть решают теперь эту проблему они я как простой гражданин сделал все что зависит от меня я повлиять на ситуацию не могу а сидеть часами и часами накручивать себя вот этими новостями а в такие тяжкие моменты как правило новости одна хуже другой нет дня чтобы не проходили печальные известия с фронта я не желаю и вот я для себя решил что я новости не читаю ехал с таксистами с таксистом и на эту тему поговорили и он говорит знаешь что случилось со мной ягну расскажи могут когда все случилось вы представляете когда вы в машине 12 часов без перерыва и к вам постоянно посаживаются люди постоянно вам муссирует эту тему каждый со своими эмоциями плюс ты со своими плюс вот это радио который не затыкается без конца телефон и тому подобное и все закончилось тем что человек перестал спать ночью он сказал я теперь больше бесснотворных уснуть не могу вот так и для этого человека закончилась эта ситуация и вот теперь человек сидит на лекарствах а надо утро встать а надо ночью работать надо кормить семью надо платить налоги наслушавшись этих плохих новостей не все могут противостоять этом в этом проблема не проблема в тяжелых новостях они все могут этому противостоять а народ и он как потоп он разгоняет вот эти все новости обрастаются новыми подробностями как правило в основном а уже до 2 эти новости доходят преувеличены до 3 это уже какие-то огромные потери 5 10 новости еще больше трансформируется поэтому я для себя решил я нос не читаю поэтому кто знает штрафует ли бизнес работающий в субботу в израиле сегодня напишите совершает ли по-прежнему наше государство преступления против своего же народа не дает людям зарабатывать деньги чтобы платить налоги чтобы содержать страну в сытости и в порядке ну вот пожалуйста дама таксист это вторая дама таксист сегодня в моей прогулке я уже одну встретил когда пробегал мимо одной из улиц и она тоже управляла автотранспортным средством и работала в субботу зарабатывала женщина денежку ну если по большому счету разобраться сейчас где-то уже около трех часов дня до примерно так где-то уже в этих пределах народ вижу любит море по-прежнему или не прекращал его любить я море обожаю поэтому мы при переезде в израиль сказали где угодно жить но только чтобы жить у моря и мы исполнили свою мечту и обустроились в этом городе под названием батьям кому-то он нравится кому-то нет я тот как говорится никому ничего не навязываю я здесь живу это мой дом многие со мной в этом согласятся многие пишут что любят это место кто не любит тоже можете написать об этом в комментариях но имейте ввиду что мы тоже к вам приедем и у вас тоже поснимаем поищем все красоты и особо красоты вашего города но это никогда никогда не будет какое-то предвзятое мнение всегда говорю мы приходим в дома к людям стучимся открывает люди нам дверь и мы приходим к людям в гости всегда рады всегда любая наша прогулка это всегда удовольствие ну а теперь судить вам любит ли наш народ отдохнуть вызывали очень много люди работают очень много но вижу и отдыхать мы тоже любим ну вот теперь вы видите как выглядит батьяма будущего и батьям прошлого домиком в каких-то 50-60 лет и они практически все уйдут под бульдозер и батьям конечно же как и весь израиль будет тянуться в небо в бутылочном домике Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, море! Чудное, прекрасное наше море! Я не заглядываю уже долго в температурные режимы, так как я новости перестал смотреть. Нет труда в них заглянуть, нет проблемы почитать новости. Просто я этого делать не хочу. Могу лишь сказать, что вода где-то 17-18-19 градусов. Для европейцев абсолютно нормально. Можете с разбегу, как говорится, об телегу, нырять в воя, остужаться, охлаждаться. Ну а тем, кто любит потеплее, ну подождите еще пару месяцев и будет вам потеплее. Субтитры добавил DimaTorzok Да это не мальчишки, это волшебники какие-то. Смотрите, какие вытворяют они чудеса с мечом. Как в той песне, где мои 17 лет. Молодцы, мальчишки. Ну что, предлагаю оставить оковы города и подойти к морской пучине. Часть пути проделаем тоже по морской глади. Отдадим дань морским просторам. Ну что, как вам суббота? Как вам? Сори. Чуть-чуть не рассчитал, далеко пнул мяч. Но тут, конечно, у нас есть оправдание. Мы на работе, мы немножко сконцентрированы на видео, но... Чуть неудачно подали пас. Но мальчишки просят нас. Так как вам суббота? Как вам наша тяга к жизни? Я вот за такой Израиль. Вот так хочу, чтобы выглядела вся моя страна. Ну, а все, кто жить так не хочет, сидите дома, кто же вам мешает. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Никаких проблем. Господи, как приятно ногам после недельного ношения обуви разутся и... Ах, лепота. Ну что, давайте мы ножки помочим. Я за вас, за всех. Вы уж на меня не серчайте. Я сегодня эту функцию возьму на себя. Искупаться... Навряд ли я сегодня купаться буду. У меня нет с собой купальных шортов. А сидеть и ждать, когда высохнет зад после купания, не особо-то у меня сегодня есть возможность. Несмотря на то, что суббота и выходной день, у меня в этот день укладывается все. И суббота, и отдых, и тяжелая работа. По дому. Приятно. Я думаю. Да, полно. Говорят, есть нашествие опять медуз в Израиле. Я не знаю в точности, но говорят, что есть. А нашествие медуз, и говорят, что появились какие-то светящиеся медузы. Я, честно сказать, никогда не видел. Просто нашествие медуз. Это как бы естественное дело. Летом их особенно много, когда вода нагревается как в термосе, плюс к этой нагретой до неимоверных пределов воды, добавляется еще армада медуз. И где-то месяц купания выпадает у купальщиков. Ну, говорят, вот сейчас зимой опять приплыли какие-то тьма тьмущая медуз. Ну, нет, вижу у нас на побережье все чисто. Как я сказал, по какой-то неизвестной мне причине в основные все ресторанчики и кафе на побережье Батьяма приказали долго жить с заколоченных штаб настилом и доскабелькой. То ли это последствия экономического кризиса, то ли еще какие-то мне неизвестные события. Но просто констатирую факт, что теперь они закрыты. Мальцы никак не решатся нырнуть, не нырнуть или уже выйти. Да уже ныряйте, господи, раз уж зашли. А то зашли перед девочками покрасоваться. Сейчас не то выходить, не то нырять. Ну, надеюсь, что соберутся как-нибудь до окунуться. Вы знаете, может, конечно же, я не прав. Я говорю лишь о своих ощущениях. Но судя по своей практике, я могу сказать, любое визуальное контакт, либо вы уже соприкоснулись с морской водой, море действует на людей. Исцеляющий. Вот вы можете оказаться наверху, среди вот тех людей. Видите толпы людей, которые сидят у барной стойки наверху и разглядывают просторы морские. Они уже под влиянием морских пучин. Ну, а мы с вами прям-таки большие молодцы. Встали в субботу, одели шорты и совершили прогулку по Батьяму. Запечатлели чудные, прекрасные цветы. Посмотрели на Батьям, немножко старенький. Посмотрели на Батьям, чуть-чуть новенький. И спустились к неизменно прекрасному Средиземному морю. Конечно же, Израильская страна маленькая, но очень гостеприимная. Мы ждем своих туристов. Ну, вроде, вроде, вроде уже говорят. Дай бог, чтобы все уже как-то стабилизировалось. И многие авиакомпании уже где-то в апреле, в мае начнут летать на наше направление. Эконом-класс и тому подобное. Всевозможные компании. Я надеюсь, что скоро-скоро. Тысячи и тысячи туристов приемчатся в Израиль, чтобы безмятежно, разметав руки и ноги, занять все свободные просторы. Смотрите, сколько места. Да мы все тут поместимся. Приезжайте к нам. Вы нам нужны. Ну, так, видите, каждых сто метров по Медузе. Ну, я бы сказал, что это абсолютно нормальная практика для зимы. Ничего такого из ряда вон выходящего. Возможно, где-то есть более концентрировано, где их выкинуло побольше. Все может быть. Я не знаю. Ну, да, есть чуть-чуть. Медуза есть, но не что-то специальное такое. Лава-овал. Есть. Было бы странно, если Медуз в море не было. Очень было бы странно. И как-то вот здесь мы встретили пару. Мужчина и женщина ловили рыбу. И мы у них спросили, ну, что там, как ловится, что. Ну, что женщина сказала, сейчас я вам все покажу. Усунула руку в ведро, достала каракатису. И каракатису насадил на крючок, предварительно ее выловив из этого чудного моря, закинула ее обратно в море для поимки уже более крупных каких-то экземпляров морской фауны. Рыбаки тут есть, рыбаки присутствуют. Вон они там на камешках, толкаются по солнцу в надежде поймать свою самую заветную добычу. Но не забывайте, что все те, кто живут в море, на вас из воды смотрят точно так же, как вы смотрите на бутерброд. Они смотрят на вас и думают, ну, только приди ты в наше царство государства, станешь ты нашим обедом. Такова природа. Круговорот в природе. Все очень просто. Мы лишь миг приходим и уходим. Мы лишь часть этой природы. Так что, ребята, имейте это в виду. Любите природу. Мать вашу, я всегда говорю, любите ее. Берегите ее. Как я вам сказал, вот домики 50-60 лет. Кто-то их покупал, когда-то получали. Понятно, это все передастся по наследству. 50-60 лет и домики сгнили. А природа это то, что мы передадим будущим поколениям. Мы сможем передать то, что мы сохраним. И я призываю отдать всю полноту природы, которая досталась нам, сохранить, дополнить и еще больше ее расширить и на подносе передать будущим поколениям. Я считаю, это нормально. Я считаю, что это хорошая цель, которую могло бы себе человечество поставить на ближайшие 50-60 лет и двигаться туда. Говорят, что сейчас все новые и новые технологии пытаются решить многие проблемы человечества. Возможно, это так. И я тоже пользуюсь конечно же этими благами. Но каких-то очень сильно прорывных технологий в спасении природы я пока не вижу. Я лишь вижу, что население растет неимоверными размерами. Смотрел тут про Бангладеш. Волосы дыбом встали. Волосы дыбом встали. Я не знаю, насколько там в деталях этот Бангладеш есть и разобраться. Ну так вот про этот Бангладеш в двух словах скажу. Ад кромешный. Просто неимоверное количество людей. Понятно бедность, понятна нищета, понятно перенаселения. Ну и абсолютное отсутствие какого желания у людей ухаживать за своей крошечной страной. Просто народ утопает в море мусора. Я конечно же призываю и буду призывать всегда наших дорогих израильтян и гостей нашей крошечной страны ухаживайте, любите свою страну. Ходьте ее и лелейте. Ну а вас дорогие женщины еще раз поздравляю с праздником счастья, здоровья всего лишь какое-то 9 марта. Вот после вчерашних праздников вы сегодня лежите в постели 3 часа дня нежно потягивайтесь. Кофе мы уже вам принесли, посуду перемыли, квартиру убрали. Вам лишь осталось понежиться и поотдыхать еще часть этого дня, побалдеть и порасслабиться. Ну и еще раз желаю всем счастья, мира и добра. С любовью ваш Артур с берегов Средиземного моря с любовью, с любовью, с любовью. Всем пока и всем удачи. Напишите, как вам наше путешествие. Средиземное море шикарное, прекрасное. Батьям к нему можно относиться по-разному, но это место, где я живу. Я о нем говорю, так как все есть на самом деле плюс-минус вариации. Для этого есть комментарии. Всем пока и удачи. ГОПРО СТОПИДЕО.